Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, и теперь мы можем делать прогнозы и предполагать, у кого из Грандов меньше или больше шансов выйти в плей-офф и добраться до поздней стадии. Понятно, что по ходу сезона команды будут переживать взлеты и провалы на дистанции, но уже сейчас мы можем оценить, в каком состоянии Гранды подходят к главному клубному турниру Европы. Ориентироваться в составлении ТОП-10 будем на оценки букмекеров. Поехали! А перед началом ролика попробуйте ответить на вопрос. Назовите лучшего ассистента в истории Лиги Чемпионов. Месси, Роналду, Ди Мария. Манчестер Сити Сити – главный фаворит нового сезона Лиги Чемпионов, и вряд ли это кого-то удивляет. Горожане уже давно доказали, что играют в, пожалуй, лучший футбол на планете. И, наконец-то, подтвердили это титулом в прошлом розыгрыше. Команда Гвардиолы – все еще мощная машина без очевидных слабых мест, но ей еще есть, что доказывать. К постоянному потоку трофеев на внутреннем первенстве все уже давно привыкли, но закрепить успех на международной арене точно не помешает. Да и у Пеппа мотивация наверняка остается. Все-таки одна победа ЛЧ за 11 лет для тренера, претендующего на звание лучшего в истории – такой себе показатель. Проблемы на групповой стадии у Сити возникнут вряд ли. В прошлом плей-офф англичане напихали о войск уголов Лейпцигу, ну а Янг Бойс и Црвена Звезда вряд ли доставят проблемы даже резервному составу Манчестера. Стала в этом сезоне команда сильнее или слабее – вопрос спорный. Одно можно сказать точно – команда продолжает планомерную эволюцию. С одной стороны ушли Гюндаган и Морес – твердые игроки как минимум ротаций. Плюс проданы Эмерик Леопорт и молодой Коул Палмер. Небольшая потеря, но на вариативности команды сказаться может. Но к заменам в Сити отнеслись со всей серьезностью. Ковачич – прямая замена Гюндагану. Жереми Доку заменит Мореса. Ёшка Гвардиол – явное усиление линии обороны. Но подписание на флажке португальского опорника Матеуша Нуныша обеспечит должное качество ротации в центре поля. Учитывая непонятную форму Келвина Филлипса. В общем, Сити в полном порядке. И готовится рвать всех на своем пути. Сможет ли хоть кто-то их остановить? Бавария Букмекеры считают, что главным конкурентом Ман-Сити будет Бавария. Еще год назад такой расклад никого бы не удивил. Но сейчас обстоятельства сменились. После неожиданного увольнения Юлиана Нагельсмана мюнхенские боссы назначили на пост главного тренера Томаса Тухеля. Казалось бы, беспроигрышная кандидатура, но у нового коуча сразу не задалось. Сначала без шансов вылетели из ЛЧ в четвертьфинале от Сити, а затем лишь чудом не отдали чемпионство в Бундеслиге Боруссии. По окончании сезона клуб покинули Ольвер Кан и Хасан Салихамиджич, отвечавшие за спортивные вопросы. Так что можно сказать, что в клубе сейчас бардак и неразбериха. Да, и результаты на старте сезона оставляют повод для скепсиса. С другой стороны, Бавария провела рекордную кампанию в своей истории, накупив и продав игроков на самые большие суммы в своей истории – 155 и 133 миллиона евро соответственно. Понятно, что главным икс-фактором должен стать Харри Кейн, который приехал в Мюнхен за трофеями и вряд ли будет удовлетворен дежурной серебряной салатницей. Англичанин должен будет обеспечить нужное число голов, даже если в атаке возникнут проблемы. А Бароне же должен помочь Ким Миндже, которого выцепили из Наполя за 50 миллионов евро. Плюс подписание свободными агентами Геррейру и Лаймера удлинят скамейку. Потери же у Баварии несущественные. Мане в Германии провалился, Люка Эрнандес больше лечится, Павар и Изабецер сидели на банке. Вопрос только вызывает вратарская линия. Ян Зомер ушел в Интер, а Нойер испытывает сложности с восстановлением. И не факт, что вообще вернется на былой уровень. Будем смотреть, что из всего этого выйдет. Реал Реал по инерции сохраняет статус одного из главных претендентов на победу в ЛЧ. Но если раньше Мадрид праздновал триумф за счет колоссального опыта и сыгранности, то в этот раз перед нами предстанет совсем другая команда. Главным катализатором перемен стал не трансфер Мбаппе, который в Мадриде ждет уже который год, а преждевременный отъезд Карима Бензима. Найти такого же качественного и многофункционального форварда на рынке просто нереально. Поэтому летом Карл Анчелотти решился на смену схемы. Реал перешел с классических 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом в центре поля. Если раньше игру команды определяла тройка, Казимира, Модрич, Кросс, то сейчас роли перераспределились коренным образом. Лука и Тони на старте сезона неожиданно стали игроками запаса, которые выходят по ходу игры. Понятно, что оба бесценны для команды даже на тренировках, где учат молодых партнеров, но момент весьма показательный. Теперь конструкцию в центре определяет техничный опорник Чуамини и безупречные атлеты Вальверде и Камовинго. Ну а наконечником ромба выступает Джуд Беллингем, главный трансфер Реала последних лет. Англичанин роскошно ворвался в основу и стартовал в Ла Лиге на уровне Криштиану Роналду. Беллингем прекрасен в роли десятки и при должной подстраховке будет творить красоту в атаке. Но есть и пара смущающих моментов. Во-первых, Венисиус теперь вынужденно играет ближе к центру атаки. Это непривычная для него позиция, и непонятно, смогут ли они с Родриго обеспечить нужное число голов, особенно в критических ситуациях. Во-вторых, порвал кресты перед самым стартом сезона Тибо Куртуа, который не раз в одиночку вытаскивал для Реала провальные матчи. Все это точно скажется по ходу сезона, так что феерии в исполнении Мадрида ожидать стоит вряд ли. Но новый проект привлекает к себе внимание, следить за его развитием точно будет интересно. Ну а на групповой стадии проблем возникнуть не должно. Реал пройдет проверку Наполи, а Брага и Унион вряд ли доставят много проблем. Канонеры давненько не заходили в ЛЧ в статусе одного из главных фаворитов турнира. Но сейчас все именно так. Команда Микеле Артеты в прошлом сезоне доказала, что готова бороться с Манчестер-Сити на дистанции. А Трансфер Маркт оценивает состав Арсенала как второй по стоимости в мире. Естественно, после того же Сити. Так что фанаты обоснованно могут строить самые смелые ожидания. Можно смело сказать, что Арсенал стал еще сильнее по сравнению с самим собой образца прошлого сезона. В первую очередь из-за трансферов. Райс и Хавертс дадут команде качество и глубину здесь и сейчас. Тимбер после травмы тоже должен вернуться в старт. Но и Давид Райя составит конкуренцию Рамстейлу. Серьезных потерь у канонеров нет. Команду покинули исключительно игроки, не проходившие в старт в прошлом сезоне. Исключение – гранит Джака. Но после подписания Райса швейцарец оказался не нужен. Для Арсенала успех на международной арене очень важен, учитывая калинкор возвращения на лидирующие позиции в Европе. Победы от Артеты никто не требует. Но до поздних стадий плей-офф канонеры обязаны добраться. Тем более группа с Сивилией по СВей Лансом видится весьма проходной. Нужно просто сыграть в свою силу и показать готовность сражаться на два фронта. Барселона Барса два последних года не может выйти из группы, так что причислять ее к однозначным фаворитам все же странновато. Но все же команда Хави постепенно прогрессирует и растет, плюс проведено неплохое трансферное окно, которое должно увеличить потенциал команды. В первую очередь помочь должны Гюндаган, Конселу и Феликс. Илкай придаст опыта и вариативности в центре поля, а оба Жуау должны раскрасить атаку. Конселу может исполнить несколько ролей на поле, но берут его, скорее всего, как профильного правого защитника. А вот Феликс после ухода в Фати должен будет обеспечить качественную ротацию и позволить Барсе в случае чего давать отдых 35-летнему Ливандовске и приключаться на Монтель сложной девяткой. С другой стороны, на Барселоне точно скажется потеря ушедшего в ПСЖ Усмана Дембеле, который играл важную роль в системе Хави. В команде так и не появилась замены, способной на уровне француза регулярно создавать опасность при игре один-в-один. Как Хави будет решать этот вопрос – загадка. Но и пока сложно сказать, как Барса будет обходиться без Серхио Бускетца. Орель Ромео точно не станет полноценной заменой, так что роли в центре поля точно будут перераспределяться. В любом случае, время на эксперименты у Хави есть. В группе вряд ли стоит ждать серьезного сопротивления со стороны Порту, Шахтера и Анферпена. ПСЖ Парижане внезапно оказались во второй пятерке фаворитов. Но этому есть объяснение. Дело тут даже не в том, что летом клуб покинули Неймар и Лео Месси. Хотя оба, несомненно, великие игроки, способные решать исходы топ-матчей. Скорее, все дело в резкой смене курса развития команды. ПСЖ перестал делать ставку на суперзвезд и доверил команду-прагматику Луису Энрике, для которого футболисты — детали настроенного им механизма, которые должны просто правильно работать. Энрике уже брал ЛЧ в 2015 году, но тогда магию творило трио МСН. Сейчас же ситуация другая. У ПСЖ весьма молодой и несыгранный состав, в котором место звезд заняли перспективные исполнители. Мануэль Угарте должен будет зацементировать центр поля. Глыба Милан Шкриньяр, универсал Люка Эрнандес — дать вариативность в обороне. Усман Дембеле и Марко Асенсио — создать трио в атаке с оставшимся в Париже Мбаппе. Плюс есть Гонсалу Рамуш, Брэдли Барколя и Кан Инли — все интересные и разносторонние игроки, которые добавят команде разнообразие. В общем, все опирается в то, заработает ли как следует план Луиса Энрике, и будет ли качество соответствовать результату. Проверка будет жесткой. ПСЖ попал в группу смерти с Боруссией, Миланом и Ньюкаслом, и тут каждый соперник способен отобрать у парижан очки. Многие уже успели отвыкнуть от того, что МЮ является одним из мощнейших английских представителей в Еврокубках. Но, похоже, славные времена возвращаются на Олд Траффорд. Главная причина этого — Эрик Тенхак, который строит, ну, очень привлекательный проект. Этим летом Юнайтед разгреб состав от лишних исполнителей и вложился в тех, кто был по-настоящему нужен. В первую очередь это круто играющий ногами вратарь Андреа Нана, а также пробивной форвард Расмус Хейлунд. Плюс подъехал Мейсон Маунт и Серхио Ригеллон, который должен будет прикрыть левый фланг в отсутствии травмированных шоу и Маласии. Состав у Тенхака теперь по-настоящему боевой и укомплектованный. На каждой позиции есть качественный дублер, а набор игроков в атаке позволяет видоизменять схемы и проводить качественную ротацию. Вряд ли стоит ожидать от МЮ подвигов с места в карьер. Все же кажется, что пока приоритетом для мангунианцев будет АПЛ, но из группы выходить они обязаны. За первое место можно побороться с Баварией, ну а Галатасара и Копенгаген красные дьяволы обходить просто обязаны. Нью-Касл Внезапно в топ-10 фаворитов попал Нью-Касл, вернувшийся в Лигу чемпионов спустя 21 год. С одной стороны, это может показаться странным. Все же вряд ли у Сарок хватит полноценного ресурса играть на два фронта. Тем более команда попала в группу смерти к ПСЖ, Баруси и Милану. С другой стороны, в прошлом сезоне банда Эдди Хау уже удивила, резво заскочив на четвертое место в АПЛ. С другой стороны, состав у Нью-Касла все же очень солидный, хоть имена многих местных талантов еще не у всех на слуху. Главными героями должны стать Александр Исак, Сандра Танали и Бруно Геморрайш. На них держится вся конструкция. Но в Нью-Касле еще хватает игроков, за которыми стоит последить. Это защитник Свен Ботман, моторный краек Тина Ливрамента, а также яркие вингеры Мигель Альмирон, Харви Барнс и Энтони Гордон. Ясное дело, сенсации тут ждать не стоит, но если Нью-Касл сможет таки протиснуться в плей-офф, это будет значить, что от этой команды можно ожидать чего угодно. Наполи Неаполитанцы влюбили в себя множество нейтральных зрителей по ходу прошлого сезона, так что неудивительно, что в финале ждали именно их, а не более строгий и скучный Интер. Но Наполи стал заложником своей же яркой игры и не выдержал борьбы за Скудетто и ЛЧ. Сейчас ожидания от Наполи завышенные, но нынешняя кампания будет для клуба очень сложной. В первую очередь, непонятно, как команда переживет уход Лучано Спалетти. Руди Гарсия – качественный спец, но неясно, сможет ли он сохранить яркое наследие. Плюс Неаполь покинул кремень Ким, и полноценной замены ему так и не нашли. Неясно, сможет ли повторить успехи прошлого сезона Хвича, хватит ли запасок голов у Асимхена, не провалится ли центр поля. Неаполь провел очень унылую летнюю трансферную кампанию, не подписав особо крутых игроков. Да и соперники на действующего чемпиона Италии теперь будут настраиваться соответствующе. К счастью для них, даже при таких раскладах Брага и Унион кажутся весьма проходимыми соперниками. В этом же блоке упомянем и обе миланские команды. Милан попал в группу смерти, да и модель развития при новых владельцах предполагает скорее развитие молодых талантов, чем достижение результатов. Что касается Интера, то это по-прежнему крепкая команда. Не просто так, дошедшая до финала ЛЧ в прошлом сезоне. Но на Радзуре придется привыкать к жизни без Анана, Брозовича, Шкриньяра, Джека и Лукаку, замены которым, за исключением трансфера Павара, вряд ли можно назвать полноценными. Атлетика Матрасники замыкают десятку главных фаворитов, и это кажется немного несправедливым. Сейчас Атлетика кажется более опытной и стабильной командой, чем Реал и Барселона. Да и состав у мадридцев будь здоров, но и Симеоне есть Симеоне. Оборона команды все еще хороша. Да, тут уже нет Миранды и Година, зато работает система, в которой крутые Хименес, Савич и Эрмосо. Плюс глубины должны добавить подписания Чаглара Сьюнчу и Сесара Аспеликоэтты. Де Пауль, Коке, Льоренте, Вицель и Лимар – опытнейший набор в центре поля. Ну и в атаке роскошен Антуан Гризман, вернувший лучшую форму после неудачного воежа в Барселону. Вряд ли на Атлетика сильно скажутся отъезды Феликса, Куньи и Лоди, так что ждем индейцев плей-офф. Тем более группа проходная. В соперниках Лацо, Фейнорд и Селтик.